Бля, если Глебас вылетит в шестнадцатом, теперь тебе пора тащить как там, понял, нет? Какой красивый, где носа масонника? Ну что, ребята, вторник бывает неожиданным. Глебас прошел в третий день очень крутого турнира, поэтому мы сегодня неожиданно решили организовать в Москве фан-зону. Что будет дальше, вы увидите прямо сейчас. Да? Глебаджо, вперед! Ну, естественно, в первую очередь организация фан-зоны начинается с магазина. Красная и белая. Какая же фан-зона без захода в этот магазин? Как добросовестный, гостеприимный хозяин, Толя всегда закупается основательно. И руди, конечно же, возникает всегда, привлекает внимание всегда. Но сколько же можно шуметь? Уронила пакет вместе с GoPro. Надеюсь, GoPro не сломалась. В общем, я сейчас пойду за кофе вниз, покажу вам, как здесь прикольно. Но сначала давайте сделаем обзорчик на этот прекрасный лофт. Так, ну что, заехали в лофтец. Вот, уже успели вывести тестовый стрим на экран. Все нормально. Сейчас подключим колоночки, камеру. Вот уже первый подписчик подтянулся. Тут стульчики, барчик. Вот. Вот там какой-то футбольчик был настольный. Здесь вот бокалы раздают. Так что, я думаю, что должно быть весело. Руди чилит. Все нормально. У него сегодня будет куча нянек. По кайфу. Ушастых нянек. Короче, ребята, хотела вам показать легендарный лифт, но походу буду показывать легендарные этажи. Потому что лифт сломался именно в момент, когда парням нужно было донести несколько бутылок пила и коробочки. Класс. И лифт заработал сразу. Пока парни готовятся, зашла, взяла кофе. Уже попробовала. Очень вкусненько. Здесь атмосферно. Посмотрите, насколько. Последние штрихи делаем перестановочку. Сейчас все уже подойдут. Как ощущения? Блин, ну необычно, прикольно. Я не знаю, должно получиться нормально. Надеюсь. Ну. Блин, если клебас выглядит в шестнадцатом, и 5 минуты в пыре вроде первого стека... Ненавижу заниматься настройкой стримов и так далее, но сегодня так киношно, что я влюбилась. То есть, скорее зайди в кадр. Что тут у нас? Как Ульянка выглядит? Чик. О, вообще, вот так вообще супер встать? Ну да. Так, Глебович, давай тащи первое место. Болеем за тебя. А, Лутаркович, там не расстраивайся. Ты там на своем стриме, там... Сейчас, потом казино нам затащишь, там X5000, хочешь там затащить, чтобы там опять летело. Все, X5000, дай 25%. Все, посмотрим финалочку. Финалочку! Глеб. Да. А, если диалог будет чуть быстрее, вообще пушка, а так нормально. Удачи! Спасибо, Серега. Удачи! Серега, с первого, с первого, с первого, с первого, с первого, с первого. Удачи! Гребасик, здорово! Привет! Канал Фокер Машин. Я был в команде FB. Конечно, за призрак. Да, да, да. Гребас, я за тебя болею. Давай, топ-1. Ты не писал в блоге, что тащи как танк. Теперь тебе пора тащить как танк. Понял, нет? Да, конечно, конечно, понял. Весь канал Фокер Машин за тебя. Давай, тыщи. Шипи, пацаны! Шипи! Шипи! У нас было денег только купить одну шуруму на двоих. Я, короче, стримил у Дани дома, потому что мне негде было жить. И Даня говорил, а ты что там за херней занимаешься? Я говорю, я стримлю покер. Он говорит, давай пиваса треснем. Я говорю, одно другому не мешает. Вот. Короче, чтоб ты понимал, начиналось все, ну, когда негде было жить, у него схатать. Что там за херней занимаешься? Что там за херней занимаешься? Да-да-да-да! Коп-порт! Это абсолютно правда, эту историю я расскажу, на что было дальше. Да, но вот скажи мне, ну, вот люди, которые так близко общаются, могут поделиться какими-то своими страхами друг с другом в прямом эфире? Да, только не у Страха, не про финал. Если от Устраха очень, то он, конечно, не справился. Я, короче, знаешь, какой лютый страх. Я очень хочу сделать предложение Ульянке, но не делаю, боюсь. Ульян, милая, простите, я нет кольца, но я хочу тебе сказать... Я скажу тебе да, но я ненавижу, когда ты бухой. Что? Let's go? Шипит. Давай уже, наигрались. Пора запушить на говне. У нас даже не семерка, ребята, у нас восьмерки. Давай ты семерки запуешь. Погнали. 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 Это победа. Это победа. Погнали. 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 Ну чего это. Позавчера было тяжело. Реально нормально. Глаза залили. Но было весело. Результат офигенский. потерял день как минимум из жизни но сегодня нас ждет офигенский денек да ты что такая счастлива идешь в общем мы решили активировать ульянкин подарок вот поэтому у меня в руке есть вот такой ключик какой красивый дина сама сынка вот нет вот вот она автоматически открывается это тесла модель 3 я конечно никакой не обзорщик и ничего вам такого не скажу но скажу что есть вот эта штука то ли я как обзорщица скажу что я как будто села застал в офисе есть кто-то забыл от провод вот есть еще вот течо каршеринг что ли вот это что-то блин tesla топ вообще коробка как в мерседесе вот здесь переключается здесь дворнички вот и вся настройка по приколюхи то есть сидушку сидушку мы настраиваем как обычно электропривод снизу а вот для того чтобы подвигать руль вот мы нажимаем в машина руль поехал внутрь вот теперь зеркала уао все подвинулись теперь нажимаем право подвинулась учет от еще короче тут думки смотрите из-за того что нет нет ничего крутить тут пальцами получается дуешь как-то вот так лишь настраиваешь куда дуть температура 23 делаем что это такое подогрев жопы не делаем так ну все чё блин понятно как современный айпад только можно его им рулить как-то так let's go заряда у нас на триста пятьдесят семь километров вот сейчас наверное таксишка увидит сейчас просто прикольно шли и чувак вот видите раз типичек машины появилась просто тут автопилот он такой же как я понимаю что ты можешь даже перестал он даже автоматически перестраивать в этом кайф как автопилота соответственно он должен видеть все когда приколюхи и преграды но я не знаю по тесту конечно автопилот я не знаю на самом деле ребят пока не быстро потому что по ощущениям на набор скорости он не такой как бы как в автомобилях с классическими двигателями он как бы более плавный что ли плавные но всегда одинаковый прикольное прикольное ощущение хочу вот смотри видишь он видит все машины такая вибрация есть передняя камера заблокирована грязь налипает не очень происходит в общем автопилот нормально работает где-нибудь на кутузовском где хорошая разметка и типа дикой грязи нету а то автопилот может превратиться в автокатастрофа был ли первый штраф но необычно очень вот электродвигатель это прям реально необычная штука в общем из нереально классных плюсов правда такой динамики как у электродвигателя я нигде не чувствовал это нереально приятное ощущение многие говорят когда покатался там на каком-то внедорожнике ты никогда не пересядешь там на легковушку до из-за прикольных ощущений вот это например тема абсолютно не моя но такой кайф который ты получаешь от электродвигателя сложно получить мне кажется вообще от какого-либо двигателя это очень круто еще из плюсов у теслы нереально мягкая подвеска переезжать там лежачих полицейских или какие-то ямки прям супер круто отрабатывает это мне прям очень нравится пока не разобрался но вот прям под напрягает типа google навигация или то что здесь стоит не знаю можно ли использовать как бы яндекс до который больше подходит для россии удовольствие за рулем я как фанат вообще бмв тесла просто впереди планеты всей кайфарики в общем иногда из-за тех комплексов которые существуют из-за вашего жизненного опыта вы боитесь что-то сделать вот иногда приходится немного залить глаза чтобы решиться у этого есть свои минусы есть свои плюсы вот но плюсов точно не меньше чем минусы вот сейчас посмотрим что будет дальше а 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 я думаю что это все равно очень сложно у тебя разбегаются глаза особенно когда-то сорока и любишь украшение и сразу же тебе хочется 10 пальцев 10 колец от рада возможности выбирать самостоятельно да конечно потому что я уверена что мне бы не понравилось это бы у меня сам подарил потому что мне ничего не нравится я гений чертов гений короче ульянка походу определилась к этому мне кажется все что угодно подойдет подберем сразу да нет спасибо может быть какой-то двойной чизбургер это добрый да а вот это хорошая идея ну что давай его возьмем о кейсе так ну чё все малая счастлива единственным договаривались еще на пылесос ну что поделать пылесос так пылесос в общем мужики не ссыте даже если у вас был горький жизненный опыт не бойтесь новых приключений новых экспериментов все будет супер железобетон шипит конечно же нужно сразу скинуть фоточку куда-нибудь девочки такие девочки блин я не знаю вот эта штука на носу означает что в тебя кто-то влюбился если так то вообще супер в общем если вы собираетесь тоже сделать предложение девушки и не знаете как подобрать кольцо кольца отличаются по размерам поэтому нужно спереть какое-нибудь другое ее кольцо чтобы поверить в общем ульянки оказывается размер 16 вот вот такой лайфхак еще типа кольца бриллианты отличаются по частоте в реальном мире они начинаются с 3 частоты и выше чем ниже тем все они лучше ну что анкудинова ульяна андреевна готова ли ты выйти замуж за никити нал И стать Никитиной, Ульяной Андреевной. Да! Да, да, да! Ты довольна? Хорошо, что ты не видишь мое лицо. А что с ним? Какая разница? 8 тысяч рублей, да? Ну да. Есть лазер. И вот это вот все написано здесь, а там такого нет, да? Да, здесь есть надпись, там нет. Здесь только время показывают. Есть стоечка. Есть стоечка. Да. А сейчас тебе в воздухе приказываетесь? Нет, спасибо дорого. Денег нет. Доля. А. Добл ту. Блин, как хорошо сделать без кэш в начале года. Столько реально трудился над этим, работал. Столько теории игры, теории обмена долями. Так, ну из плохих новостей. Прикольно, что Тесла автомобиль небольшой. И что внутри реально много места даже для пассажиров сзади. Но багажник настолько маленький, что типа даже пылесос Дайсон сюда просто не влез. Коробка от пылесоса. Вот такой расклад. Тот момент, когда нашел кнопку спорт. Бля, вообще прижимает. Бля, дергаешь, жесть. Ой, капец. Паш, как ощущения? Ну, короче, надо брать Теслу летом. Летом обязательно. Но вопрос, сколько ее хватит по зарядке. А вот написано. 260 километров еще. Не, я не думаю, что... Ты думаешь, что режим спорт влияет на заряд? Я думаю, что да. О, я даже кофе на себя пролила. Блин. Да и эту куртку давно надо было стирать. Короче, забудьте все, что я говорил до этого. Про динамику езды, кайф и так далее. Это я не включал режим спорт. Потому что в режиме спорт это просто какой-то разрыв трусов. Машина начинает насыпать... Так, что просто обосраться. Это я не знаю, это... Это ламба. Да, вы смотрели выпуск ламбы. Только там шум и звук до хрена. А здесь просто беззвучное, лютейшее наваливание. В общем, все, у кого есть там какая-то возможность когда-нибудь попробовать взять в тест-драйв нечто подобное, это охренительно круто. Просто я вообще в шоке, что происходит в режиме спорт. Займи и выпей. Да, молодец. Да, хороший подарок сделал. В общем, резюмирую. Несмотря на скромность именно этой модельки, как внутри, так и снаружи, ощущение от динамика вождения, особенно в режиме спорт, да и просто, это просто что-то с чем-то. Это не сравнится ни с одним автомобилем, на котором я катался до этого. Это просто фантастика. Пушка, бомба, уася. Еще достаточно объемный, прикольный звук. Ну, а так, что? Надо тащить побольше и уже брать более усовершенственные комплектации на постоянку. Просто Tesla One Love. Всем большое спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Мы надеемся, что он вам понравился. Не забывайте ставить лайки, подписываться. И до новых встреч. Если что-то мешает на руке, это просто невозможно. А, это же мое новое колюсто. Всем пока, шипит! Субтитры сделал DimaTorzok